Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! На моем YouTube-канале «Политсигнал» есть ролик, который называется «Кто будет следующим Назарбаевым в Казахстане?» Он набрал почти полмиллиона просмотров за чуть меньше, чем два месяца. 4,5 тысячи лайков и 1200 дизлайков. И 3421 комментариев, что говорит о большом интересе к этой теме у зрителей, точнее слушателей этой передачи, записанной в студии «Комсомольская правда» с журналистом Максимом Шевченко и ведущим Владимиром Варсобиным. 90% слушателей было из Казахстана, так как это их непосредственно касается. Из России было 6%, Германия, Киргизия по 1%, а США тоже поучаствовала в этом 0,6%. Очень интересно. Мужчины смотрели 60%, женщин было около 40%. В этом ролике я хотел бы обратить ваше внимание на комментарии, которые оставили слушатели. Они очень разнообразны, от полного одобрения позиции Максима Шевченко до полного неприятия. Давайте попробуем с этим разобраться. Для начала послушаем, что сказал Максим Шевченко. Итак, начали. Как не поговорить ни о Назарбаеве, о Казахстане. Да. Что случится все-таки с Казахстаном без самого долгого, по-моему, сторожил среди наших СНГ. Я бы сейчас сказал, самого мудрого, самого опытного, самого независимого. Я это говорю не чтобы понравиться Нур-Султану Абишичу, но формально из бывшей советской элиты, а он имел отношение еще и к ЦК, к советским органам партийным. Фактически только, о кого мы еще припомним во голове? Больше никого. Но вы даете оценки, можно быть и не мудрым, но долгожительным. Казахстан самое сложное государство на постсоветском пространстве было. Потому что Казахстан это государство, в котором оно сочетало в себе кончевой менталитет древнего казахского народа, там уйгурского народа, кыргызского во многом, где-то каракалпакского, ну в общем, тюркских народов, которые являлись древними хозяевами этой великой степи. Одновременно следы насильственной модернизации, проведенной в советское время, от лагерей, значит, Караганды и, значит, до Целины, Семипалатинск, ядерные полигоны Байконур, которые никто не отменял и не закрывал. Высокотехнологичные институты Алматы, куда были эвакуированы в советское время все научные центры, который являлся одной из таких научных столиц Советского Союза. Невероятные запасы энергоресурсов на Мангышлаке, там по Каспийскому морю, в Западном Казахстане, короче. И вот это все, как говорится, было предпосылкой для невероятного конфликта, когда, казалось бы, внутри клановой, вот там три, пусть меня простят казахи, которые меня слушают, я сам не казах, я поэтому служу по внешним, да, то, что я читал, вот три жуса, да, значит, там большой, средний, малый и так далее, казалось бы, готовые для клановой войны. Гражданская война, по-честному. Да. Разрушается Советский Союз, естественно, происходят процессы, там, роста национального самосознания. То есть, национальные государства делают ставку, они же, ну, нет больше, что им, казахам на русскую, что ли, делать меращения, или власть потерять. Это невозможно. Значит, делают ставку на рост казахского национального самосознания. Ищут прошлое в истории, там, значит, там, в литературе, открывают какие-то степные города, там, и так далее. Там, и там, это плюс на 91-й год казахи были чуть ли не чуть меньше половины населения. Там было огромное русское, украинское, немецкое, между прочим, население, чеченцы, балкарцы, балкарцы, по-моему, в Кыргызе, в Кыргызстане были основном. Корейцев очень много было, на юге, значит, узбеки. То есть, предпосылки для межнационального конфликта все в 90-е годы. Нурсултан Назарбаев, где кнутом, где пряником, сумел удержать страну от внутренних конфликтов. Казахстан единственная страна на постсельском пространстве, не имевшая кровавых эксцессов на своей территории. Да, уйти от конфликтов и мудро руководить страной, это все-таки еще разные вещи. Очень много комментариев, посвященных Шевченко, Максиму Шевченко. Вот, Намитула Махметова пишет, Максим Шевченко очень грамотный, взвешенный политик, к сожалению, таких людей очень мало. Другой комментарий, Серик Розалиев, спасибо вам, господин Шевченко, дай бог процветания Казахстану. Бахыт Алуаев пишет, привет из Казахстана, Шевченко Максим, большой респект и уважение. Еще один комментарий. Мейрамгуль Дайрбекова. Шевченко на сегодня единственный аналитик, политолог из множества России, который знает о теме, о котором и говорит, особенно о Казахстане. За это респект ему. Шевченко молодец, я просто поражаюсь его познанием по истории моей страны. Шевченко молодец, историю казахов защитил и доказал, что казахи издревле имели территорию. Господин Шевченко, поражаюсь вашей грамотностью. Почему так мало в России таких людей, как Шевченко? Уважаю вас, господин Шевченко, вы очень образованный человек, пишет Азамат. Шевченко, вы очень справедливый человек, очень честный, умный человек, пишет Галия Туешиева. Нурлан Софин добавил, первый раз слушая Шевченко, аналитический ум и позитив. Властям России надо прислушиваться к мнению этого человека. Максим Шевченко очень начитанный, грамотный, умный человек, респект. По поводу государственности он точно подметил. Вот такие комментарии про Максима Шевченко. Вот еще один комментарий, пишет Портулет. Я русский, родился, вырос и живу в Казахстане. Что хочу сказать о выступлении Шевченко и о нем самом? Во-первых, этот человек не пустобрех. То, что он говорит о Казахстане и положение дел в нем, это 100% истины. Он говорит так, как будто живет в Казахстане. Это истинный журналист. Респект этому человеку. За 58 лет жизни в Казахстане я ни разу не ущемлялся по национальному признаку. Я люблю свою родину и ее народ. Я русский Казах. Спасибо Шевченко за его труд. Этому человеку можно и нужно верить. 1400 лайков, 341 ответ на этот небольшой пост. Но давайте, как все-таки мудро ушел Назарбаев. К финалу был мудро. это давно готовилось. послушаем, как он это сделал. Это было не похожим на то, как уходил Борис Ельцин, да, я ухожу, это он сделал по-своему, по-назарбаевски. Его речь, его речь, как уходил Назарбаев, его речь в телеобращении. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента республики Казахстан. В этом году исполняется 30 лет моего нахождения на посту высшего руководителя нашей страны. Как вам известно, нашими законами я наделен статусом первого президента Эль-Басы, лидера нации. Остаюсь председателем Совета безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями определения внутренней внешней политики страны. Остаюсь председателем партии Нарутан, остаюсь с вами как гражданин страны, как человек, который люблю мой народ, мою страну. Ну что, он сразу обозначил запасной аэродром. Вал, у тебя первое, что бросается в уши, он говорит на русском языке. Хотя коренной казах, да, лидер казахских элит, в элиты входят только казахи практически. Мог бы и на казахском языке, правда, говорить? Почему Нурсултан Абиш, который, естественно, для которого казахский язык является родным, говорит на русском языке? Хотя казахский язык это государственный язык, это, между чем, показатель и украинским этим психопатам, которые этим языковым вопросом разрушили свою страну, когда всех заставляли говорить на прекрасной украинской мове, которую я очень люблю, но которая для многих как бы не является родной. Он этот вопрос сразу снимает, межнациональный. Это первое. В этом моменте Максим Шевченко немного ошибся. Во-первых, Назарбаев сначала обратился на государственном казахском языке. Это фишка Назарбаева. Сперва он говорит на государственном языке, потом на языке межнационального общения, то есть на русском. Здесь в эфире прозвучала вторая часть речи Назарбаева, произнесенная на русском. И об этом пишут многочисленные комментарии под этим видео. Это не первое, на самом деле наши слушатели пишут. А кириллица? Нет, почему это кириллица? Слушайте, он ее уничтожает. Это пишут те, кто не понимает. Кириллица доказана уже всеми лингвистами, что латиница для казахского языка по сочетанию звуков, букв, гораздо более для тюркских языков гораздо более конструктивно. Я напомню, что Назарбаев сейчас ввел реформы, по которым кириллица уходит и будет латиницей. Кириллица это вообще настолько не принципиальная вещь, но поверьте, это вообще не существенно. Оскорбительно немножечко. Да ничего не оскорбительно, у вас была в СССР Грузия, где вообще Грузия-Армения, где был грузинский-армянский алфавит, понимаете? И ничего страшного, и никого грузины не оскорбляли, там или армянский народ, дай им Бог здоровья своим алфавитам. Что выдумывать-то на ровном месте с этой кириллицей, латиницей, глаголицей, или чем-то еще? Скажите спасибо, что не арабский шрифт вернули. До прихода Российской империи казахи, как везде в исламском мире, писали арабским. Про использование латиницы вместо кириллицы можно согласиться с Максимом Шиченко. Комментариев на эту тему немного, но они есть. Например, вот такой вот комментарий. Дастан Сабденов пишет. Гумилев прав, а латиница это предательство народа казахов, который отбросит казахов назад на сто лет. В принципе, что касается лично меня, считаю, что это дело филологов определить, какой алфавит лучше подходит к определенному языку. Может быть, даже придумать собственный алфавит. Хотя, если использовать уже существующий, то это и есть определенный сигнал, который можно по-разному понимать. шерифтам. Вот вы так воздушно говорите о Назарбаеве, а вы знаете о его дочерях? Конечно, я Даригу Нурсултану очень хорошо знаю. Одна из них в Форбсе находится в списке, она единственная женщина. Дарига имеет цвет? Средняя дочь, да. Ну и что? Такова система власти. Знаете, каждое государство является формой организации народа. Еще раз говорю, задача правителя, чтобы твой народ значит, развивался и его благосостояние улучшалось и сохранить мир в государстве. Единственное государство, единственная республика бывшего сельского союза, которая избежала серьезных военных конфликтов, это Казахстан. Можете, ну, наверное, можно сказать, что Туркмения, но это мы точно к примеру и брать не будем. Это была просто закрытая, как бы капсулированная такая территория. А что, что пишет, что просто Назарбаев плохо знает казахский язык, это вообще известно. Поэтому он объясняет... Это чушь, оскорбительная чушь, которую лучше никогда не повторять. Поверьте, хватит нам уже высказываний Путина, которое сильно осложнило отношения с казахским народом, когда кто-то вложил в уста президента России, непонятно, зачем это было сказано, что казахи никогда не знали государственности. Эту чушь вообще, вот, которая просто сразу, мгновенно отвернула от России... Это сильно обидело казахов? Это не просто обидело, это было оскорбление просто казахам. Потому что, мало того, что это не соответствует исторической действительности, я хотел бы знать просто, кто это сделал, потому что, на мой взгляд, тот, кто это вложил в уста Путина, это просто государственный преступник. Он фактически, тем самым, толкнул Казахстан в объятие китайцев. Потому что, мало того, что этот человек, как бы никогда, конечно, не читал Льва Николаевича Гумилёва и ничего не слышал об этом, о цивилизациях Великой Степи, о Великой Орде, о Хунну, о тюрках древности, о империи Чингисхана, часть которой была Русь, между прочим, на протяжении почти 300 лет, до Ивана Третьего. Но еще, вот это сказать, что такое государство? Государство, это система организации общества, в котором есть власть, в котором есть силовые институты, в котором есть закон и способность власти с помощью суда или силовых институтов этот закон соблюдать. А вот, что пишут в комментах про это. Дарина К. Кто сказал, что Назарбаев плохо знает казахский язык? Смех, да и только. Я казашка, я гражданка РК, и я филолог, казахский филфак закончила. И я вам сообщаю, что Назарбаев знает свой язык и история лучше всех казахов вместе взятых. Он в разговоре на казахском употребляет такие исконные, красивые, редкие слова, что хочется слушать и еще перечитывать заново его послания народу. Я всегда восхищалась его казахской речью, как филолог. Без преувеличения говорю сейчас. Я не знаю, как позвонивший может говорить, что национализм ощущается. Нет, нет и нет. Одинаково для всех. Если плохо в стране, то для всех. Не важно, какой национальности. А вот еще Жанат Атабаева пишет, а ведущему надо лучше готовиться. Назарбаев родился в ауле, учился в казахской школе и поэтому он не может не говорить по-казахски. В то время в аулах русскоговорящего населения практически не было. Так что говорить, что он не знает казахского языка и поэтому говорит по-русски, это ошибочное мнение. Жанат Раимбеков пишет, Назарбаев знает казахский язык очень хорошо, поет на казахском, играет на домбре, пишет стихи на казахском, на русском говорит так, что ведущий может заткнуться из-за своего косноязычия и отсутствия культуры общения. К тому же Назарбаев всегда начинает свои речи на казахском, но как и любой казах, если знает, что его будут слушать и представители других национальностей, которые еще не знают казахский, перейдет на язык. Понятный другим. Сто процентов казахов владеет русским, но, к сожалению, не все представители других национальностей, а их более 130 разных национальностей не владеют казахским. Вот и его великодушие ведущий хочет очернить. Если хотите быть объективными, внимательно подходите к своему вещанию. Назарбаев большую часть своей речи говорил на казахском, а Шевченко молодец. Я прошу тех, кто приехал из Казахстана, кто знает казахстанскую действительность, позвоните по телефону 8 800 200 ровно 9702 в студию и рассказайте реальность, что там происходит. Потому что вот там был Дмитрий Стешин, наш СОПКОР, буквально две недели назад, и он рассказывал немножко иные вещи, которые пишет, кстати, наш слушатель. На Севченко, те очень в Казахстане очень обиделись, казахи тоже. Мне кажется, что вот это вообще не надо разжигать сегодня неприязнь. Он написал, что русские оттуда уезжают. Что русские оттуда уезжают. И пишет, наш слушатель, русские уезжают. И казахи уезжают, и немцы уезжают. Немцы вообще все уехали. Казахи возвращаются. А и немцы возвращаются, потому что Германия занимается своими гражданами. Более того, через немцев, через огромную немецкую диаспору, Германия сегодня создала в Казахстане устойчивые такие позиции, которые там не имеет Российской Федерации. Российская Федерация, как говорится, относится к русским, которые приезжают сюда к каким-то бедным родственникам. А немцы относятся к немцам, для которых Казахстан стал родиной, которые вернулись в Германию, получили немецкое гражданство. Теперь вернулись в Казахстан. Я просто знаю таких людей. Как лоббистам влияние Европейского Союза в важнейшее энергетическое державе. Вот вам разница подходов просто. Наш президент сообщает, что казахи какие-то не имели государственности, а немцы или китайцы ничего такого не заявляют. Китайцы-то вообще все знают про историю тюрок. У них это все описано, потому что даже Гумилев писал свои труды на основании китайских источников. А немцы просто, как говорится, держат язык за субами и понимают, что газ Мангышлака или там нефть Атерау или что-нибудь еще это то, что, как говорится, лучше получать, как говорится, делая вежливое лицо и имея своих соотечественников дипломатами, послами мира, а не, как говорится, источником конфликта и войны. Вот такие вот комментарии есть на эту тему. Симург, дом Симург пишет, что значит русские оттуда уезжают? Да из России русских гораздо больше уезжает. И что? Многие русские теперь жалеют, что из Казахстана уехали. Ответы Симургу. Гульнар Шахмарданова пишет, запомните, русские уезжают на свою историческую родину, как у нас оралманы, перевод прибывшие, приезжают из других стран, Монголия, Узбекистан, Китай и так далее на историческую родину в Казахстан. Только наши оралманы знают два языка, казахский и язык страны, откуда приезжают, заметьте. Гульнар Шахмарданова пишет, приехав в Казахстан, еще и осваивают русский язык, худо-бедно разговаривают, стараются. Ей отвечают, Гульнар, русский язык они не изучают, а если изучают, то из-за таких мангуртов, как ты, к сожалению. Дальше пишут, чем больше языков человек знает, тем лучше. Симург отвечает, в первую очередь надо знать государственный язык, той страны, в которой живешь или в которую приехал. Желательно также знать свой родной этнический язык, если он отличается от государственного. И очень-очень желательно знать один-два языка межнационального общения и международного общения. Без этого человек в современном мире не сможет достигнуть профессиональных успехов, если, конечно, это не профессия простого чабана или огородника, хотя и им был бы полезным. Жизнь дана человеку для того, чтобы учиться всю жизнь, даже если он президент страны. Вот Назарбаев всю жизнь учится, как и любой нормальный человек. А если говорить о транзите власти, вот есть разные транзиты, ну, поточнее, они почти одинаковые. В Средней Азии там умирает один шах, а приходит другой. Это Трухмения, это Узбекистан, но я не помню случая, чтобы шах не умирал, а оставался поодаль, и что при нем рос его ставленник. Казахстан совсем особая история. Что будет в Казахстане, да. Совсем особая история, может, после короткого перерыва мы об этом поговорим. Да, у нас минутка еще есть, поздно начать. Там особенность в том, что в отличие от всех остальных, казахи, на самом деле, вот эти три жуса, три больших клана, ни один из них не может быть уничтожен. Поэтому баланс между ними является фундаментом. И семья Назарбаевых, она, конечно, является гарантом, прежде всего, внутри национального мира. Он внимательно следил за этим, и он тщательно готовил себе преемников. Кто эти преемники? Как об этом писала казахская пресса, вот, может, после короткого перерыва на что-то. Да, да. Я внимательно просто читаю в последнее время казахскую прессу. Там, как ни странно, достаточно свободно обсуждается это и в телеграм-каналах казахских, и, значит, в медиаресурсах казахских. Еще в 2013 году я наткнулся на интервью бывшего Акима Алматы Виктора Храпунова, который подробно рассказал, значит, о системе передачи власти в 2013 году. И он тогда, и многие другие источники указывали на племянника, значит, второго племянника, то есть, сына, брата Нурсултана Абишича, Самата Абиша. Там есть два, Кайрат Абиш и Самата Абиш. Про Кайрата писали, что он увлекся религией, и поэтому, как говорится, Нурсултан его как бы увел в запас. А Самат заместитель руководителя КНБ, Комитета национальной безопасности, которому сегодня уже 41 год, то есть, он по конституции может возглавить Казахстан. Он является мужчиной, во-первых, семьей, потому что в казахском обществе при всем уважении к дириге Нурсултане или к другим невозможно передать, как говорится, власть женщине. Это не будет просто принято. Не то, что там ущеблены женщины, я знаю, казахские семьи, бывал в них власть там и роль матери, матери, жены просто, но она огромная. Хозяйка, на которой держится дом, и мужчина дома зачастую слушает, находится под влиянием просто женщины. Ну, в публичном пространстве не принято, чтобы женщина командовала. Поэтому это должен быть мужчина. И Самат Абиш это человек, про которого говорят и пишут, что это человек подготовленный, человек, который, как говорится, прошел в уровне госбезопасности, задачей которого было именно следить за безопасностью государства во всех этих аспектах, которые я назвал сначала межнациональное отношение, энергетическая безопасность и влияние внешних держав, которые в Казахстане конечно огромны. Безусловно, смена власти, тем более, что Нурсултан Абиш не уходит, как Ельцин в никуда, оставляя за собой совершенно новое. Он уходит, как бы он контролирует важнейшие посты по руководителю политической партии, с помощью которого он может решать все вопросы через парламент формально и главы Совета безопасности. То есть, как говорится, стратегическое управление и формально-политическое в его руках. И, безусловно, вот этого племянника Самата Абиша называют как также кандидатуру, которая согласована с Пекином в первую очередь, потому что сегодня в Казахстане... То есть, в первую очередь Пекин. Ну, не Москва точно. После всех этих заявлений и после всего... А что Москва? Как Казахстан зависит от Москвы? Только транзитом. Москва только, как говорится, может удушить Казахстан на западном транзите. Инвестиции в Казахстан в основном китайские, американские и европейские. Таможенный союз. Ну, это опять-таки транзит. Таможенный союз... Вообще экономическая пространство. В основном транзит. Таможенный союз это транзит. Из Средней Азии транзит. Там овощи, фрукты, арбуз, марбуз, помидор, помидор, да? И нефтегаз, который идет через Россию частично, меньшее. Все не в наших интересах, я так понял. Нет. В чем тут не в наших интересах? Ну, если мы транзитная территория. Просто есть интересы... Ну, да. Так сами себя поставили. Понимаете? По отношению к Казахстану это высокомерие имперская. Это постоянная угроза казахам. То мы вас земли отберем, Жириновский угрожает. То еще чего-то отберем. Они, как говорится, создали в сознании казахского народа, который можно сколько угодно там его ругать, но он контролирует ситуацию в национальном государстве Казахстана. Они создали некое ощущение недоверия не по отношению к русскому народу. Тут как раз у казахов все абсолютно нормально. Они, как свойственные тюркским народам, абсолютно толеранты. А к российскому государству, в котором они подозревают неоимперские амбиции. Китайцы ведут себя гораздо более мудро и сдержанно в этом вопросе. У меня по материнской линии живет много родственников в РК. Скажу так, сейчас вся русская диаспора в Алмате сильно переживает. Назарбаев всегда считался прорусским. От себя добавлю, что там уживается несколько титульных наций, надо поучиться России. Русские празднуют и с уважением относятся к мусульманским праздникам. Ну, то, что вы говорите. Я просто в Алмате это видел много раз. Тем более, у Самата Абиша, которого называют возможным передником, маму зовут Светлана. Я называю. Я не знаю, кто она по национальности, я не ношу упоминания. Ну, в принципе, уже есть подозрения. Но велика вероятность, что у него мама просто русская. 8-800-200-0907-02. Сергей из Калужской области. Сергей, слушаем вас. Здравствуйте. 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 Я звоню поделиться взглядом не политическим, а совсем другим. Вот описывается то, что все прекрасно в Казахстане. Я сам жил в Алмате. Нет, я не говорю, что все прекрасно. Я говорю, что, по крайней мере, новой имени нет. Я уехал с Алматы на постоянное местожительство вот сюда, в Россию. Дело в том, что мне уже было не совсем комфортно жить. И думаю, что моим детям тоже было бы не совсем комфортно жить, потому что национализм он все-таки очень сильно ощущается. Как он ощущается для русских? Для русских как ощущается, я скажу. То, что я по своей профессии работал, да, уже мне было очень сложно, потому что не зная языка, да, его очень тяжело выучить, и в русскоговорящей семье язык очень сильно чувствуется, вот, это не давление, а то, что вот ты не можешь знать национальный язык, что как-то нормально там жить, да? Обязательно. Хотя сам Назарбаев, как мы слышим, говорит на русском языке свое обращение. нет, ну, обращение его, да, пускай будет на русском, вы говорили, почему, возможно, да, он так сделал. А вот, на самом деле, я говорю, то, что проблема еще вот язык выучить, это понятно, спасибо, спасибо. Да, хотя, ну, на самом деле, возможно, потому что тюркский язык считается одним из самых несложных языков для внешнего изучения, по большому счету. Тюркские не любят учить языки. Нет, это не совсем так. Своих окраин. Вот это другое дело, здесь есть как бы ментально, то есть некоментально такое превосходство, что будем учить татарский язык или там казахский язык, хотя, казалось бы, у вас есть шестимиллионный Татарстан, башкиры есть, да, тюркоязычные, да, и в России, в Астраханской области 40 или 50 процентов населения это казахи, а Астраханская, Оренбургская или Челябинская, по-моему, области, да, значит, приграничные. Казалось бы, у вас есть возможность и ресурс влияния. Проблема в том, что у России нет никакой вменяемой стратегии диалога с народами Великой Евразии, бывшего советского пространства. Всегда Россия говорит так, что мы являемся культурным центром, мы являемся имперским таким центром, все остальные должны признать наше превосходство. Поезд ушел уже давно. А вот далеко ли ушел поезд? Смотрите, придут сейчас новые люди. Все-таки Назарбаев отходит. Я слышал о таких молодых волках, которые ждут своего часа в Алмате и в Астане. Но к чему может это привести? Этот мир у нас, этот долгоиграющий, он надежен, тот мир между Россией и Казахстаном. Вот именно для того, чтобы эти волки никогда, хотя они есть. Там есть группы, которые связаны прежде всего не с тем, какие они книги читали. Это маргиналы, которые связаны с ресурсами, которые они контролируют. Они ждут не потому, что они там фанатики какие-то, потому что с помощью национализма можно там условно усилить свои отношения с Китаем, с Америкой, я не знаю, с какими-то внешними партнерами, если все рассчитано на внешних партнеров. Именно поэтому Назарбаев тщательно продумывал для того, чтобы Казахстан, который он создавал и сохранял, передать будущим поколениям. Наверное, он как советский человек, он много раз говорил о желательности сохранения Советского Союза в начале 90-х, я помню. Был единственным, кто резко выступал даже против Беловежского соглашения за сохранение Советского Союза. Но поезд ушел. Надо жить как-то дальше. Нет другой системы там сегодня в Казахстане, кроме просвещенного авторитаризма. Вот будет, условно говоря, демократия западного типа и завтра там все заплыхает, поверьте просто. Потому что страна огромная, коммуникации слабые и без сильной власти сверху, без контроля за элитами прежде всего, национальными. А это система устойчива? Сохранить стабильность невозможно. Это система устойчива? В Казахстане? Ну, если получится сделать по той схеме, которую вот описывают для, как бы, то есть семья сохраняет свою власть, опираясь на союзы там с разными представителями, влиятельными вот элит из разных жусов, да, и имея своей поддержки, в чем еще сила Назарбаева? То, что русские на самом деле за Назарбаева. Потому что Назарбаев является понятным гарантом сохранения преемственности по отношению к советскому прошлому. Что будут делать новые, еще мало кто знает. 8800 200 ровно 97 02. Леонид из Москвы. Леонид, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищ Шепченко, я полностью с вами согласен по следующему вопросу. Я окончал Московский аудиционно-технологический институт, и со мной в одной группе учился казах. Но он гражданин на Российской Федерации, и он всегда говорил даже не Путин, а Владимир Владимирович. И тут вот после этого заявления Путина он подходит ко мне, мы встречаемся иногда, и говорит, ты слышал, что он сказал? Вот это то, что делает российская власть на нашей территории. Ну ладно, непонятно, зачем это было говорить. Вот это же, ведь он же ведь не сам это выдумал, это какой-то референт ему написал. Вот тот, кто это написал, я уверен, это просто был человек или группа людей, которые просто толкнули Казахстан в объятие Китая. Это было сделано сознательно, такое ощущение. Этот вопрос, конечно, сейчас все-таки висит в воздухе, мне надо все-таки его задать. Вот этот транзит власти, который осуществляет тонкий транзит, подготовленный, возможен ли в России? Конечно, нет. Потому что в России есть вот эта вот задача, которую решил Назарбаев, то есть находясь сверху между группами элит, позволяя им жить, развиваться, богатеть, значит, создавать свои ресурсы, но одновременно подчиняя их единой парадигме национального государства, в котором еще живут другие народы, он в России не осуществлен, он в России не создан. Потому что бюрократия, Путин, на мой взгляд, за эти годы не смог справиться с коррумпированной криминальной бюрократией и силами. Передача власти, поэтому, то есть зациклено на одном лице. Поэтому транзит власти, в отличие от Казахстана, где понятно, персональная ответственность за перечью власти, в России ложится на неустойчивые институты. Вот кто будет? АП, гос. Вот такая вот интересная дискуссия получилась о Казахстане, о Назарбаеве, о транзите власти, о русских и казахах. Очень понравился аудитории Максим Шевченко и не понравился Владимир Варсобин. Вот что про него написали многие. Ведущий задает провокационный вопрос, явный шовинист. Шевченко красавчик, образованный, адекватный человек, знает историю туркоязычных народов. Дай бог ему здоровья, пишет Абдилда Тулкибаев. Еще один комментарий. Офигеть! Журналисту оскорбительно, что мы переходим на латиницу. Какая тебе разница? Это каким дебилом надо быть, чтобы ляпнуть, что Назарбаев плохо знает казахский язык? Ведущий нервничает, потому что хотел по-другому повести разговор. Нацист, блин, хочет разжечь межнациональный конфликт. Ведущий вообще ничего не знает о Казахстане. Дикий непрофессионализм. Еще вот такие ответы. Варсобин выглядит как типичный русский алкаш и шовинист. Но еще много других нелицеприятных комментариев на эту тему Варсобину. Позвольте мне немного выступить в защиту Владимира Варсобина. Ведь он журналист. И сейчас многие журналисты пользуются определенными приемами приведения передачи. Он не поддакивает гостю, а в какой-то степени отпанирует ему. Заставляет его немного быть горячее. Ведь, наверное, было бы скучно, если бы он говорил только да-да-да-да. И давайте закончим словами из наших комментов. Пусть в Казахстане все будет хорошо. 498 лайков. Благодарим миру мир. Спасибо, браток. Амин. И вам желаю того же. Уважаю и люблю Казахстан. Все мои друзья близкие это казахи. Настоящие джельтмены. Слово держат. За базар, как говорится, отвечают. Гостеприимные и радушные. Себя не позволяют обидеть. Я русский. Пишет Сера Нуар.